Работа вне стен, офиса, в кафе или ближайшем парке. В общем, где, а самое главное, когда захочешь. Такой представляется жизнь фрилансера, простыми словами, вольного рабочего. В частности, из-за свободного графика многие и уходят с работы по найму. Но ожидания и реальность часто не сходятся. Конечно, в теории можно работать с любой точки мира. У меня были попытки, допустим, ехала я на море, да, и параллельно по вечерам пишу какие-нибудь посты с коктейлем в руках. Но не очень, не до конца расслабляешься все-таки, ты постоянно знаешь, что тебе еще нужно что-то сделать. Поэтому в большинстве своем дома ты находишься, и это психологически даже тяжело. Юлия Сидорова, копирайтер, пишет тексты на заказ для крупных столичных компаний. Началось все семь лет назад, когда студентка выпускного курса журфака взялась рекламировать люстры и лампы. Получилось. В найме девушка не работала ни дня и трудовой книжки так и не завела. Говорит, что работа на себя, хотя и приносит достойный заработок, но совсем непроста. Мол, как потопаешь, так и полопаешь. Такой период самой активной работы начинается с обеда, где-то там до семи часов, до восьми. Иногда бывает, что я с утра до ночи работаю, когда какие-то крупные заказы, допустим, приходят, их нужно быстро сделать. Недавно буквально у меня было, я три дня подряд по 14 часов там сидела, проверяла тексты. Я еще немного корректором тоже работаю. Так или иначе, ты сам вправе решать, с каким клиентом сотрудничать, за какой заказ стоит браться и сколько времени на него тратить. Юлия Забелла стала фрилансером, когда после работы продавцом, менеджером, технологом и даже фотографом поняла, что хочет быть сама себе начальником. Работодатели все разные. Были лояльны, были не совсем лояльны. Но каждый работодатель, он, конечно же, требовал полной отдачи. И в один прекрасный день я просто поняла, что хочу немного более быть свободной, более независимой. Свой бизнес у Юлии начался с личной истории. Избыточный вес принуждал к диетам и тренировкам. Так Юлия стала изучать диетологию, а потом прошла обучение. Теперь помогать стране и другим – это ее профессия, причем по некоторым меркам хорошо оплачиваемая. На вопрос о заработке отвечает с улыбкой. Нескромный вопрос. Ну, давай так, минимум 50. Минимум. Солидные заработки, хотя и нестабильные. Это, конечно, одна из главных причин перехода на фриланс. Доход зависит полностью от самого работника, поэтому есть стимулы работать больше. Хочу увеличить доход и добиться стабильного потока заказов. Хочу перейти в онлайн и зарабатывать больше, чем сейчас. Сейчас, по данным социологов, в России только по предварительным данным около 20 миллионов фрилансеров. И с каждым годом их увеличивается на 20%. В свободное плавание уходят дизайнеры, копирайтеры, преподаватели и прочие представители творческих профессий. Меняются профессии, меняются условия труда, меняются законодательства, которые регулируют трудовые отношения. Все это создает определенные, с одной стороны, возможности для того, чтобы такие профессии, новые профессии развивались. Креативные профессии, которые очень часто переходят в плоскость фриланса. Так и, наоборот, негативные факторы возникают, которые, так скажем, выталкивают людей из официального трудоустройства в такую серую, может быть, зону, в свободное плавание. В Барнауле только в прошлом году в разгар коронавируса около 2,5 тысяч людей стали самозанятыми. И это, несмотря на все плюсы, таит в себе огромные минусы. Например, в странах Европы, по заверению социологов, уже наблюдается острый дефицит офисных работников. Возможно, работодателям стоит прислушаться к этой тенденции. Анна Рожегирова, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком.